Антидопинговая программа на Олимпиаде этого года в Рио включала некоторые важные нововведения. Однако она также допустила ряд ошибок и работала неполноценно. Об этом в своём новом отчёте сообщило Всемирное антидопинговое агентство ВАДА. Так, в 55-страничном документе сообщается, что многих атлетов, которые должны были сдать допинг-тесты, просто не смогли найти. Кроме того, у некоторых спортсменов в тех видах спорта, где наиболее вероятно применение допинга, не брали на анализ кровь, а только мочу. Такие виды спорта включили, например, тяжёлую атлетику. По мнению независимой комиссии ВАДА, многие проблемы возникли из-за неквалифицированного персонала. Так, работники, которые должны были уведомлять спортсменов о дате и времени проведения допинг-теста, просто не выполняли этих задач. Кроме того, многие из них почти не владели английским языком. В отчёте говорится, что персонал, который не прошёл подготовку, не имеет опыта, не может работать на Олимпиаде. «Это подрывает уважение и доверие атлетов в отношении антидопинговой программы и предоставляет возможности для нарушений недобросовестным спортсменам». С другой стороны, Всемирное антидопинговое агентство отметило и позитивные стороны программы, заявив, что она внедрялась в очень непростых условиях. Особую благодарность выразили волонтёрам, которые, несмотря на нехватку персонала и ресурсов, а также другие трудности, добивались того, чтобы права спортсменов, не применяющих допинг, были соблюдены.